Всем привет, с вами Банарди, это новенькая серия по игре SnowRunner на моем канале. Сегодня я покажу, как найти этот замечательный автомобиль Pacific P512PF. Но перед началом я бы хотел сказать всем огромное спасибо за то, что помогли набрать мне первую тысячу подписчиков. Ну, на этом останавливаться не стоит, нужно продолжать дальше. Поэтому, если ты еще не успел подписаться на канал, то обязательно делай это сейчас. Ставь лайки, пиши комментарии, где я правильно делаю, где, может быть, ты знаешь, как лучше сделать. В любом случае, комментарии помогают людям находить другие способы, допустим, кроме того, как это делаю я. Также, если тебе скучно играть одному в сингл, то ты можешь прийти к нам в чат в Телеграм. И, конечно же, найти себе друзей, компаньоны, так сказать, для совместной игры. Ссылочка на чат будет в описании. Итак, по поводу этого автомобиля, давайте сделаем небольшую прелюдию, прежде чем я покажу, где его найти. Потому что найти там очень легко. Вот, не нужно никаких дополнительных заданий делать. Кто не хочет смотреть прелюдию, можете просто промотать вперед. По поводу прелюдии. Как вы видели, автомобиль себя ведет, в принципе, на полигоне достаточно неплохо. Первую речку он проехал с трудом, но проехал. Единственное, знаете, минус в этом автомобиле, нету полного привода. Вот, это все-таки, я считаю, минус. Хотя, в то же время, как вы видите, бетонные блоки он спокойно себе преодолевает. В принципе, и по грязи он тоже ездит довольно-таки неплохо. Шины у него всего одни. Других, к сожалению, ему не завезли. По камням тоже прыгает неплохо. То есть, проблем с камнями и с грязью у него нет. Проблема есть с полным приводом. Но я еще потыщу этот автомобиль в более серьезных, так сказать, условиях. То есть, я повожу на нем какие-то серьезные грузы в заданиях. Да, там, деревья повожу и так далее. Да, я планирую сделать ролик тех автомобилей, которых я часто использую, сделать, знаете, такой вот обзор. По сути, я пользуюсь только несколькими автомобилями, но попробовать хочется все. Ладно, теперь я вам покажу, где же его найти. Итак, для того, чтобы найти этот автомобиль, мы отправляемся в Винконсин, Северная Америка, на карту Black Bajor Lake. После того, как вы туда попадаете, сразу переходите в гараж. Выбирайте нужный автомобиль, как я уже говорил, в моем случае это ZIX605. Почему? Потому что этот автомобиль проезжает везде. Даже в больших лужах, в глубоких лужах, в большом количестве грязи. Этот автомобиль справляется практически с любой задачей. Сейчас я вам рисую карту, как вам нужно будет проехать. Вы можете просто перемотать так же вперед и просто посмотреть, где этот автомобиль, а можете посмотреть дальше. Что вас ждет? Ждет вас здесь дорога чудесной, на которой очень много грязи, очень большие лужи, в которых можно утонуть. И не каждый автомобиль здесь справится. Конечно, можно попробовать и на Бандите проехать, и на БТРке. БТРка, кстати, проедет, если я тот татарин. Можете попробовать на каких-то других автомобилях. Никто как бы не запрещает. В своих роликах я показываю, как это делал я. И мне так вот было проще. Итак, наш автомобиль, если вы присмотритесь уже вот в конце огорода, вот, и нужно будет просто к нему подъехать, просто остановиться рядом с ним. Никаких дополнительных заданий, ничего больше не нужно делать. Вы сможете этот автомобиль просто сесть и отправиться сразу, допустим, в гараж, где вы его почините. И сразу же продадите в скобку. Ну, конечно, можете его оставить себе для разных локаций, поиграться, так посмотреть, на что он способен. Ведь, знаете, вот, допустим, недавно вышел новый сезон. Онтарио, да, вот, я его прошел на 100%. Там было очень разных много автомобилей, которые мы уже находили в роликах. И я их просто продал. Для того, чтобы просто были деньги. Для того, чтобы покупать, допустим, там, где-то на каких-то заданиях прицепы. И чтобы их потом просто не возить назад и не сдавать. В общем, автомобиль мы получили. Всем спасибо за просмотр. С вами был Банарди. Увидимся, когда увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok